Всем привет, друзья! Вы на канале Типа АТО. Меня зовут Дима, и вы писали мне столько раз в комментариях Дима, алё, ё-моё, почему не посмотрел влог просто свято? А я, может быть, для кого-то открытие, ха-ха-ха, читаю комментарии! Давайте подтянемся, посмотрим просто свято, правильно? Перед началом не забудьте подписаться на мой канал и особенно тыкнуть лайк те, кто ждали, а также подписаться на мой Телеграм. Там всегда новости, когда следует реакция, стрим, летсплей. Всё обо мне в моих каналах, важное, вот там залетай, читай, просматривай, и погнали смотреть ролик. Всем привет, ребята, с вами Просто Свят. Всем привет, ребята, с вами Просто Дима. Типа Топ, конечно. Так вот, создать пародию на Просто Святой, создать канал Просто Дима. Всё, просто Олег. Не, вы увидите очень большой и в то же время интересный влог с лагеря Шагеша. Уже? А, вот такой. Так это ещё вторая часть должна у Германа выйти, народ. Вот, мы, вот именно поездку в Болгарии мы запомним оттолк. В нём будет и бэкстэч со съёмок, и просто лагерная жизнь, и многое другое. Перед началом просмотра не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, а также переходите по ссылке в описании в мой Телеграм-канал. Этот влог я поделил по дням, чтобы вам было легче следить за хронологией событий лагеря. Ё-моё! Ну и как всю информацию я вам рассказал, значит давайте приступать к просмотру. Погнали! День нулевой. Судя по атмосфере, вирус только зарождался. Поняли? Ну просто есть вот этот, как это фильмы, 24 дня. Как-то там было вот типа... Что-то про зомби-апокалипс, не помню. Что-то 24 дня, 24 месяца. Как это они так называют? Напомните, кто же они? Там тоже вот хронология так отмечалась. Просто музыка, поняли? Нагнетающая. Приехал в Болгарию я 29 июля. Я думал, мы уже там окажемся. Раз, снова у него там в комнате. Наша четвертая смена начиналась 30-го. Но на день раньше приехал не один я, а еще и человек, с которым я очень хотел встретиться. Секунду, пока мы далеко не ушли. Это чаша тибетская? Или мне кажется? Что такое тибетская чаша? Это, короче, хреновина железная. И к ней еще дается другая хреновина в руку. И ты водишь, поняли? По кругу, по этой чаше она... И медитируешь. Ну что-то нападаю. Вот это в дуэт нам можно залетать. С моим глюкофоном и чашей. Тут еще одна такая же. Но это, скорее всего, просто чаша. Но выглядит, как будто здесь лежит именно та самая тема. Опа! Опа! Шо это у нас такое тут, а? Бутылочка? Да ты ж надо... Э, Свят, обзор на шкаф. Давай, обзор на шкаф, потому что... Мой как бы тоже можно делать обзор. Но у меня тут все как на ладони. Особо там мусор, 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 книги, мусор. Гусь! А у тебя, я смотрю, есть интересные артефакты. Руслан Гладенко. Мы с ним попали на концерт предыдущей смены. На котором, кстати, выступали знакомые вам Рита, Даня и Платон. Просто люди! Мы вперед! Победа нас всегда найдет! Мы всегда найдет! Все, все, все! Мы вперед! Победа нас всегда найдет! Они, короче, поехали... Я же говорю, они ездят там, немножечко денежек заработать. Красавчики! Начальниками смены... Как это? Вожатыми, поняли? На смену. Но группа такая, взрослые, обратите внимание. Давайте еще раз! Просто люди! Мы вперед! Победа нас всегда найдет! Ну, надо что-то повторять. Давайте придумывать. Хорошо. Появился нулевой пациент. Всем доброе утро! А я сейчас с самого утра встал и сразу же побежал на пробежку. Почему? Потому что актеры Шагиша уже вот-вот приедут, и я бы хотел их встретить. С кубиками? А, накачанный? На пробежку-то зачем? Чтоб я, ребята, поехал на отдых и бегал? О чем вы говорите? Я и в жизни еле перемещаюсь. Наслаждаются, сказать, каждой секундой. Да, короче, да, ребят. Мы встретились, и теперь я, Свят, и это Камран. Хорошо, да. Камран вырос, ребят. Камран теперь не коротышка. Хоть я и не успел встретить всех с автобуса, но увидел актеров, когда они уже из него вышли. И из-за того, что мы приехали до поселения, все вещи оставили на сцене. Ну, а пока все скучали, Дерзкий решил поиграть с ребятами в варейбол. Хорош, молодец. Добро пожаловать в лагерь. Счастья! Хорошое и крутое время. Здорово. Коллективом Шагиша. Надеемся, будет видеть. У нас закончится все это надолго. Господь, наши детки попоют вам. Да, детки? Да. Попоем вам? Да. У нас прошла первая ознакомительная часть. Я заселился, и сейчас у нас отдых, поэтому буду варяться в кроватке. Ну, а дальше самое интересное. Вопрос чисто технический. А что вот, когда ты был в лагере, звук у тебя намного лучше пишется, чем когда ты вот в вставках дома? Это разные телефоны, разные техники. Там на камеру, здесь на телефон. Просто здесь хорошо ловит. Ну, как бы, поприятнее слушать. Ну, а Дарья вышел Камран и показал нам мастер-класс по прыганию в бассейн. Ну, а Дарья, все дружно мы сходили на море. Я уже пришел с моря и помылся, а сейчас небольшой... Вообще-то, шутки шутками. Они все это делают, я вам хочу сказать. Молодец, молодец, одобряем. Все, кто не делает, ребята, пожалуйста, речки, море, смывайте свои организмы. Вы же никогда не знаете, кто до вас там плавал. Рум турчик. Итак, вот тут вход, там туалет, тут шкафы. Мы проходим, раз кровать, два кровать. И вот такой вот неплохой балкончик. Вот такой... Блин, слышишь, экспресс-вход есть и с обеих сторон, вы понимаете. Может, зачем заходить через дверь? Вот скажи, чикс, ты уже в номере. Единственное, что надо, конечно, закрывать... Ну, надеяться на то, что там карманников не особо много. Но никто не застрахован. Такой вот буквально 10-секундный рум тур. Найс. Если вы могли подумать, что нам было хотя бы на минуточку скучно, то это не так. Девчонок подснимает и говорит, нам скучно не было. А под вечер мы сходили посмотреть на красивое море. И даже кое-кого увидели. Мы пришли домой и тут... То есть, получается, вас держали отдельно от компании. Да, там, ребятки себе, сами себе, понимаешь. Ну, понятное дело, тут уже такое. Дальше проблемка. Муравьи! Они пробрались к нам домой и уже зарезают ванную. Они уже и тут бегают, если вы можете заметить. Короче, очень неприятно. Но мы уже предупредили. Завтра должны потравить. Ну что же, ребята, вот и первый день лагеря Шегиша закончился. Он получился достаточно интересным, специфическим. Я еще не до конца разобрался, что будет дальше, какие будут занятия. Но я успел познакомиться с новыми людьми. Также увидел актеров, Руслана. И это не может не радовать. Вожатые, как по мне, очень даже хорошие. Ну, а мы будем смотреть, что же дальше. Поэтому сейчас я вам говорю, спокойной ночи и увидимся уже завтра. Первая десятка зараженных вышла из-под контроля. Здорово! Я с Евой и Даней. Мы идем сейчас в магаз скупаться. А что ты будешь покупать? Я вот эту что купить. Короче, я собираюсь покупать ***, еще ***, а потом *** и ***, вот так. Он говорил, это, 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 по-моему. Стики, да? Стики пива. Все мы знаем, все нормально. Жестко. Ну а дальше Даня предложил мне ударить по груши. Давай, раз, два, три. Ё-моё. 405. Ну, неплохо, кстати, слушайте. Ложился, конечно, от души. Но 405 для подростка. Ребятушки, о чем говорить? 900, когда вот 900 показывает, это выжимают те, кто нормально так ударчик тренирует. Я 200 выбил. Ну, а пока мы били грушу, актеры Шагеша уже обедали. Блин, так а сколько Еву выбил, алло? Слышишь, Камран 200, свят этот 400, Еву не после всех сжула, или что? Это лагерь Шагеша, приятного вам аппетита. А после обеда был регендарнейший стрим. Ребята, здорово, у нас сейчас стрим и у нас 100 зрителей. А это что значит? Серьезно? Вы не шутите? Что? Что? Святой батон. Помоги, святой батон. Я такого не ожидал в данном... Это, как говорится, потрусь батоном на счастье, на радость. Ну, я не гений. Хотел на... Нет, да я не против. Просто я не ожидал. Но теперь без батона никуда. Давай. Бутылки воды, потому что у меня она практически закончилась, и я искал кулер. И вот я нашел, но... Нет, не тут воды. Безусловно говоря, сама бутылка огромная с водой, которая должна стоять тут, думаю, но значит он не работает. А только потом до меня дошло, что вода внутри, и это такой кулер, и из него течет вода. Ё-моё. Вечером у нас была фан-встреча, на которой подписчики могли задать интересующие их вопросы Руслану или актерам. Я этот день запомнила навсегда. Значит, прихожу я вот в первый день, а я нервничаю, потому что я тогда была не настолько открытая, я была такая скромненькая больше. Я сижу в комнате, и меня еще Руслан пытается познакомить Диму. Я сижу в отдельной комнате, и ты Диму заталкиваешь вот так вот ко мне, закрываешь дверь, с ней крикнули знакомство. Мы когда-то кошку так пытались с котом свести, на балконе их закрыли. Балкон, ребята, надо было видеть. Вот так вот, понимаете, балкон летел, ничего не получилось у нас, ну а тут как бы что-то, что-то, как-то такие методы. Блин, они забавные все, ну скажи, все так вот, все, что они делают, это все нестандартно. Это обалденно, потому что, ну, мы устали от стандартов. Нам всем стандарты понятны, а когда все это происходит необычным образом, вот, за этим хочется наблюдать, к этому хочется стремиться. Это было первое. Потом нас кормят еще, нас не морят холодом. И, Макс, во время обеда, во время обеда я просто сидела в телефоне, я есть не хотела, я уже подела дома, и ко мне подходит Макс, уже выпитая им стаканчик. Макс от Саши. Да. Спасибо. Хорошо, я только хотел стопнуть. Бутылка колы, и он вот так вот мне свой выпитый стаканчик просягивает, такой, ты хочешь колы? И он мне хочет куда налить. И это была самая просто милая история, и она самая была смешная, мы на сих пор это все очень хорошо вспоминаем, и приняли меня очень тепло и радушно. С выпитым стаканчиком колы. У меня наоборот вообще получилось. Я пришла, во-первых, меня тоже опять встретил Дима, ну оказалось, Ему Руслан тоже писал, познакомься. А потом, ребята, буквально вот недавно, полностью назад мне рассказали, что они думали, что я ЧСВ. Когда ко мне подойдут, я скажу, бедность, это иди от меня. Но это неправда. Мы с дружиной все очень быстро, я не знаю, чего не скажу. Но это неправда, я сейчас так говорю. Ну а закончился. Отдельно их надо любить, всех актеров ШГШ и команду, за простоту. Но это хорошее воспитание. И хорошая компания. День веселой вечеринкой. Ребята, день получился безумным, но и безумно интересным. Сейчас я иду за пультом от кондиционера, чтобы выключить его, ну и спокойной ночи спать. А что, у вас один пульт на весь двор? Я только хвалил, блин, что у них есть кондер в каждом номере. Но это как бы он работает, и слава богу. Ну слушай, а если тебе захотелось ночью встать и втыкнуть, а пульт получается у соседей? Вирусу начали поддаваться собаки. Всем доброе утро, только что у нас была зарядка, танцевали маленьких утят, и не только, а сейчас мы идем кушать. А, дальше у нас начались первые приготовления к съемкам. Только что у нас было что-то типа кастинга, и мы записывали видео-визитку. А сейчас я вам хочу кое-что показать в нашем коридоре. Смотрите, вот это наш номер, и вот коридор. Хорошо, проходим, и идем на выход. Ну, нужно повернуть налево. Хорошо, поворачиваем налево, идем дальше. Ладно, поворачиваем направо, идем дальше. И как вы поняли, опять поворачиваем налево. Но потом выходим сюда, и еще раз поворачиваем направо. Прекрасно, пока выйдешь, уже хочется возвращаться обратно. А вечером у нас была вечеринка вместе с Шагеша. Очень молодец, что типа по чуть-чуть вставляет, и не надо париться о том, что залетят авторские права. И лезет уже какая-то такая бредятина в голову. Ну, ладно, давайте как-то аккуратно. Крысы начали бросаться на людей. Всем здорова, сейчас будем поздравлять нашу главную, так сказать, с днем рождения. Ну, я вам хочу сказать честно. Если бы мой день рождения преподал бы на работу куда-то в лагере, в каком-то загранице, я бы не поехал. Не знаю почему, но вот я считаю, что этот день все равно должен быть отдан только мне. А здесь не получится это сделать. Далее мы играли в пряжную игру паутинка. После пряжа Орех решил показать нам свою мощь. А вечером у нас были игры с шарами, которые мы использовали утром для поздравления нашей главной. Вы знаете, вот этот влог надо использовать как рекламу того, что будет проходить в лагере. Потому что, возможно, лагерь будет повторяться в следующем году. Пожалуйста, вот вы будете наблюдать, что вас ждет. И то надо понимать, что каких-то 50% все равно выпадает. Еда выпадает, еще что-то выпадает, сон выпадает. Пока что выглядит очень даже интересно и завлекающе. Оно не лопается! Короче говоря, под вечер такая неприятная ситуация. Номер закрыт, ключей там, где я их оставлял, нет. И мой сосед по комнате куда-то пропал. Надеюсь, что сейчас хоть что-то из этого я найду. Либо ключи, либо соседа. И смогу попасть в номер. Чтобы номерами не обменялись, надо было сразу обменяться. Все, ребята, сосед нашелся, отдал мне ключи. Все хорошо. Я, правда, всю улицу проходил. Немножечко устал. Поэтому сейчас буду мыться и спать. Ну прикольно, знаете, типа такая вот. Есть культурная программа, энное количество времени. А потом свободное время. Иди под березами, под елками. Что хочешь делать? Взрослая жизнь. Собаки начали превращаться в людей. Всем здорова, ребята. Мы сейчас на море. И сегодня практически у всех, в том числе у вожатых, пропал интернет. Поэтому сегодня мы без расписания. У нас будет такой день сюрприз. Сейчас мы уже покупались. И скоро пойдем дальше непонятно куда. Увидим. Были на море около двух часов. Поплавали. Также поиграли в пионербол. И сейчас иду в душ и обедать. Я уже голодный. Итак, Таня. Все карты разные. Ну куда без этого? Куда? Колдун опять местный. Ну давай. Выбери одну любовь. Давай. Запоминай и покажи карты. Девятка. Прекрасно. Володя. Она была в самом низу. Карты примерно на две стопки. И я думаю, что твоя карта находится вот в этой. Эту я пока уберу. А она в самом низу вот этой. Я думаю, что не просто вот из этих всех карт. А раз, два, три, четыре, пяти этих карт. Смотри, какие у нас есть карты. У нас есть девять червей. Есть шестерка буби. Четверка. Блин, она оказалась не там. Так, хорошо. Семерка трев, семерка буби и двойка червей. То есть вот эти раз, два, три, четыре, пять карт. Я думаю, тут есть твоя. Правильно? Правильно. И теперь смотри. Я беру ее. Вот эту карту отсюда. И кидаю в колоду. Теперь внимание. Раз, два, три, четыре. У нас всего лишь осталось четыре карты. Так, в смысле? Какого что? Подожди. Он когда считал, видимо, слышишь, так посчитал, что мы и не поняли. Он одну, видимо, поняли, брал. А потом, блин, хотя с другой стороны. Ну как это получилось? Он же показывал. Не знаю. Это колдун. Тут нету твоей карты. Чего? А знаешь, где она находится? Блин, а вот тут. Тут интересно. Давайте, предполагаю, друзья, пишите в комментариях, куда же она могла попасть. Опа. Блин, ну не в средину колоды. Алло. Да ладно, ну я, ну сверху. Ну не средина колоды. Я не понимаю. Или заведомо отберется их там две каких-то штуки. Одна в руке, другая в колоде. Либо я не понимаю. Ну хорош в этом плане, конечно. Девок будет кадрить, капец. Чего только на камране практикуется? Надо на девчонок, девчонок ловить. Подходи, говори, у меня блок 50к. Давай фокус покажу. Я тебя прошу. А вот и твоя девятка, червец. А мы тут играем в Майн. Опа. Законектились. А вот и сам Камранчик. Да, здорово. Здорово. А, шоу, новенький. Короче, сейчас Даня взял мой планшет с клавой мышкой и будет всех разносить в Бедварсе. Всех буду разносить. Сейчас посмотрим на это. А дальше Камран решил показать свои скиллы по плаванию. Вы знаете, влог не только по этому, по Болгарии, а чисто Камран. Суперстар здесь. Такая женщина интересная лежала сверху тоже с такими волосами. Как будто эффект тиктоковский ей покрасил. Почти. Всем здорова. А это этот, который мунбол, да, вроде бы? Мячик, который если купить оригинальный, а не подделку, он очень-очень высоко прыгает. А у нас тут дождь какого-то фига пошел. Я не понимаю вообще почему. Интересно. А тут для влога я заснял Германа, который снимал свой влог. Здорово, ребята. Уже достаточно поздно. Мы тут с ребятами сейчас валяемся, отдыхаем и будем уже скоро спадки. Что-то фантазия скудно подтягивает новые-новые факты. Люди обратились за помощью к чату GPT, но он вышел из-под контроля. Ребята, всем доброе утро. Хотя я не знаю, насколько оно для меня доброе, потому что сегодня нас будили три раза. Хотя я встал еще до первого раза. Короче говоря, у нас не было зарядки. Я себе поставил будильник. Проснулся еще раньше, чем нужно. Но они никак не могли успокоиться. Думали, что мы спали. А мы не спали. Короче, сегодня утро было веселое. В первые дни на море были такие жучки, которые кусались. А сегодня приблыли медузы и крабы. Я прям... Морские блохи. Морские блохи они называются. Я понимаю, про что. Но лучше уж морские блохи, чем... Хотя я не знаю, медузы. Блин, вот я за это не люблю Черное море. Что бы вы выбрали? Маленькие такие морские вши вот эти вот. Либо медузы. Крабы, ну они на самом дне, и они вас не трогают. Видел на дне, как краб вот так вот полз. Прикольно, но, к сожалению, они маленькие. Поэтому словить и пожарить не получится. И с вами снова я, самый профессиональный оператор в мире. Оператор Свято. И он сейчас будет показывать Фукс и Еви. Будем использовать все вот эти карты. Скажи ли вам слово стоп? Стоп. Вот тут, да? Да. Хорошо. Значит так. Возьмем раз карту, два, три... Смотрите внимательно. Это сейчас нажухает нас. Четыре, пять, шесть, семь, восемь карт будем использовать. Все. Сказал, будем использовать все карты. Уже нажухали. Долго не пришлось ждать. Данные карты нам не нужны. Итак, восемь карт. Смотри. Раз, два, три, четыре карты. Пять, четыре карты будут у тебя. Просто их вот так вот держи и ничего с ними не делай. Ну а раз, два, три, четыре карты будут у меня. Итак. Смотри, давай... Не, ну я с ним в покер играть не сяду. Я посмотрю на свою верхнюю карту. Вот у меня какой-то тут варет черви. Посмотри на свою верхнюю карту. У тебя шестерка треф. Да? Да, шестерка треф. Значит смотри. Давай я клади ее сюда. Смотри. Вальта черви положу тебе. Так? Да. А шестерку треф я положу себе. Все. Отлично. Так, теперь у тебя четыре карты и у меня тоже четыре карты. Да. Скажи, пожалуйста, где шестерка треф? У кого? Ну, у Евы. У тебя? Да. Точно? Она у меня. А варет черви? У меня. Варет черви у тебя? Ты уверен? У камрана. Прикинь. Он же такой непредсказуемый. Там где-то должно быть в середине колоды небось. Эйс Вентуру смотрели? Помните, где оказалась эта, как ее обезьянка? Да. Нет. Он у меня. Подожди. Нет, ну вообще на самом деле ты прочиталась, у меня всего две карты. Это шестерка треф и варет черви. Да что ты рассказываешь? Ты, слушай, соединил там тучку. У тебя? Подожди. А теперь переверни. Что? Карты крапленые. Я не понимаю. Ну, честно, не знаю, как это происходит. И снимает же Камран вроде бы неплохо, понимаешь? Он же не знает, что снимать в действительности. Если бы он был подельщиком, типа, снимает только определенные кадры, когда там за кадром что-то меняется. Нет же. Здорово, ребятки. Мы идем сейчас на рынок покупать сувениры. Что набрали за время этого, да? Какие-то типичные, просто, везде типичные фуньеры. Чашки какие-то, тарелки, брелки. Всем привет. Так, за что? Пожелать вам удачу. Ребята, только что я потерял свою банковскую карту. Где ты ее оставил? Ты просто ее выронил. Дело в том, что если ты ее заблокируешь, ты не сможешь пользоваться ней вообще. В принципе, так бы, как бы потерял. Надо переоткрывать счет. Если еще не ты владелец карты, то есть, например, мама, должна переоткрывать счет, переносить деньги. Подкреплять новую карту к NFC и тогда уже сидеть пользоваться. Но это не катастрофа, но все равно неприятно. Это капец. Вроде как написали, что мою карту нашли, пока еще не вернули, но надеюсь, что все с ней будет хорошо. Ну, а сейчас я буду купаться в бассейне. Знакомый бассейн, кстати. Помните? В серии он был. Ребята, произошла какая-то жесть. Короче, мне сказали, что Илья дерзкий нашел карточку. И он положил на рецепцию. Я пришел на рецепцию. Она сказала, что только 20 минут назад пришла. Мне ничего не передавали, никакой карточки нет. Я такой думаю, и что? Закрысила карточка. Ах ты, смотри. Давай быстро проверяй счета. Там может кто-то кутить. Шашлыки уже, небось, купили где-то в местных ресторанах. И только что ко мне зашла кастинг-директор. И такая говорит, твоя карточка. Я такой, угу. Короче, она сказала, что ее еще раз потеряли. Еще раз нашел вообще другой отряд. И передали ей. Она... Как можно было с рецепцией ее потерять? Кто-то в этой истории не договаривает. Нашлась. Это самое важное. Но, да. Надеюсь, больше такого не будет. Но я вам хочу сказать. Если бы я потерял карту как Свят, в первые же 5 минут она была бы заблокирована. Вот так я работаю. Любая непонятная транзакция, карта блокируется моментально. Плевать, я лучше ее переиздам. Я открою новый счет, перенесу деньги, буду платить телефоном. Несмертельно. Тем более, что за границей почти везде, если в банкоматах снять деньги, есть NFC-датчик. Ты поднесешь телефончик, он считает и фактически как ты вставил карту. Это очень большой риск. Понимаете? Никто не знает, где, как это потом боком вылезет. Всем добрый вечер. Я тут сейчас прохожу квесты в Майне и буду ложиться. Всем спокойной ночи. Чарджи Пяти вселился в Теслу и начал наезжать на людей. Всем доброе утро, ребята. Я уже иду на завтрак. Кстати, сегодня некоторые ходили на рассвет в 5 часов утра. Я не встал, потому что это был ужас. Я бы вообще сегодня не смог нормально жить. И, кстати, хорошая новость, что Руслан уже начинает подготовку к съемке. А у нас начинаются съемочки. Ну что, как начало серии? Короче, начало положено. Сейчас снимаю, всем лучше и приятного просмотра. Короче, мы тут сейчас сидим в перерыве, ждем съемочки и надеемся, что скоро все будет. И мы попадем. Мы молимся. Мы молимся. Мы молимся. Ребят, а как вам такой бэкстейджик? Только что было, можно сказать, актерская студия, что-то типа такого. И я играл Джокера в сценке, которую сами и придумал. Фактически импровизация. Я вообще не шарю в Marvel. Я просто почитал Википедию про Джокера и сыграл и выиграл соревнования среди всех людей. Да что там играть? А вот и сама сценка. Опа! Человек-паук! Ты, конечно, не Битмен, но тоже не. Опа! Человек-паук! Ты, конечно, не Битмен, но тоже ничего. Так, 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 подожди. Кто снимал? На что вы снимали? Я не понял. Через пакет какой-то. Мы сейчас посмотрим, на что ты способен. Бесконтактный бой. А-а-а! Я понял, что ты ко мне прицепился. Ой, слушайте, по-моему, это самый смешной момент во всем этом. Это просто капец. Такой именно гопник. Ты хочешь фокусов, ты хочешь шоу. Покажи давай. Так вот тебе такое шоу. Как тебе такое? Удачи так? Да! Опять бесконтактный бой. Мы еще увидимся. Браво! Браво! Да, это он. Это рандомный коментарий. Мои дорогие, это абсолютно рандомно. Абсолютный коментарий. Всем хорошее настроение. кстати как для импровизации очень даже забавно из-за съемок утром мы не были на море поэтому сейчас мы идем туда к сожалению сегодня я еще не снимался скорее всего буду сниматься завтра или даже еще позже здорово ребят я сегодня слишком слишком много людей и еле-еле нашел свободное место кстати после обеда в этой же столовке снималась какая-то сцена для серии когда-то здорово мы тут как бы сейчас снимаем и мне уже дали куча вещей на сбережения труслан дал футболки всякие а также я установил эту лампу короче я помогаю съемкам да все главное надо его слушать ну а дальше у нас начался непосредственно процесс съемок который был практически без репетиций ну допустим они у нас сильно и зарядить мы их не могли потому что у нас не было заряда появились первые трансформер ребята всем здорово я уже позавтракал и сейчас у нас было занятие встречинга кто не знает это растяжка я так сильно устал я просто сейчас хочу лечь в кровать и просто подлежать потому что занятие длилось очень очень долго и у меня просто ноги трусятся я уже просто все я не могу больше немножечко блока от камрада короче меня везут мы тут гуляем просто так но пока особенно ему практически все сейчас на съемках но у нас буквально 6 человек пошли на море кстати сегодня достаточно сильные волны еще и тучи и возможно даже дождь пойдет ребята у нас пошел дождь объявили красный флаг нас всех выгнали короче мы идем в номер только что у нас было занятие актерского а также китайская мафия кто знает тот знает кто не знает тут не знает но сейчас мы идем на ужин а у нас костер когда-то ели я уже когда-то говорил видосах попробуйте хотя бы разочек пожарьте так чтобы не бралось черным а чуть-чуть подплавилась это реально вкусно короче мы тут шли и наткнулись на какой-то файер-шоу ребята вы знаете что и сейчас в 11 часов ночи на кровати делаю вы даже не догадываетесь я решаю математику дря риты она попросила я в математике шарю поэтому конечно же решил помочь но да интересно не ожидал я что буду в лагере таким заниматься вы знаете из моих наблюдений как бы я там ненавидел бы школу ну очень не школу а систему образования это разные вещи математический строй ума способен покорить весь мир потому что весь мир наш это математика запомните мои слова все ребята я закончил делать математику я сходил в душ и сейчас уже буду спать уже практически 12 часов ночи поэтому всем спокойной ночи открылся портал и вошли из кипит туалет и всем доброе утро сегодня фактически посредний полный день в лагере сегодня по от его решил растянуть на максимум средний день съемок ну а дальше уже мы будем уезжать отсюда поэтому надеюсь что день будет крутой сколько он длился короче сейчас будем закрывать ворота террикинеза и так вот эту вот эту мальчик тоже поддался до ворота закрываются на море сегодня очень необычно потому что на дне его лежат ракушки или ракушки не знаю как правильно но они непростые потому что в них находится какая-то жидность или это краб или еще кто-то я не знаю и они передвигаются я плаваю с очками и я все вижу и это очень прикольно выглядит только что камран сказал что я могу засняться поэтому прямо сейчас я бегу на съемки я буду плавать в басике поэтому сейчас я бегу за плавками переодеваюсь и бегу на съемки аубийство только по поводу я не пойду на съемки самый благодарный понимаешь зрители все немножечко уставшие припечаленные цените таких друзей если у вас есть такие короче говоря у нас сейчас будет концерт уже сейчас идет репетиция я активно помогают также я буду в этом концерте ведущим поэтому мне нужно сейчас красиво одеться приготовиться у меня еще никакого текста нету до концерта всего лишь час все прекрасно будет импровизация короче говоря ждите ну что же ребята я приоделся впервые за весь лагерь причесался и уже совсем скоро будет концерт и вот он начался а ну то есть тут выступают все-все-все а потом выходит шаги шаги то что умеет да особо гостя на нашей сцене надо наверно читать субтитры вам да ребятки на всякий случай сейчас на сцену выйдет вожатая софия станции станции пейшин встречайте ну что готов концерт думаю все готовы не готовы страшно я сегодня последний день руслан не очень грустно это да но грусть в сторону мы идем выступать а потом мы плачем все вместе но я не чувствую но я не чувствую но я буду кричать по старому блин я опять не читаю субтитры потому что я сам пытаюсь услышать что он говорит не работает короче микрофон будет кричать потому что прямо сейчас долгожданное ШГШ понятно мы множество этого уже видят у меня подкуме две бутылки надо любить не хочу идти домой хочу гулять залуны не переживай все переживем я на юночке я блин вы не поверите но я находил оригинал этой песни и в исполнении Карины то есть Анджелы вы понимаете мне нравится больше серьезно вот то есть я как бы слушал ее когда шла серия ШГШ и мне очень запала эта песня думаю а ну надо оригинал послушаю как оригинал звучит не так не так у него карины как-то получилось она мягче что ли или минус мягче просто она какая-то такая приятная приятная а 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 Я помню этот момент, блин, он очень хороший. Я вас люблю. Концерт закончился, уже очень поздно, я хочу спать, а также мне подарил один человек вот такую вот прикольную, миленькую игрушку. Ему огромное спасибо за это, ну а вам я говорю спокойной ночи и пока. Всем доброе утро, мы вчера в серии, где очень поздно, а сегодня в 7.30 утра нам сказали, что будет какая-то активность с дерзким, поэтому мы сейчас собираемся и посмотрим, что будет. Сейчас мы активно собираемся, мы берем паспорта, мы выселяемся, мы берем талончики на обед, платим за обед, также мы играли еще в тайного друга, я подарил подарок, к сожалению, моего подарка пока что нет. Тайный друг, короче, суть какая, вы берете, как бы пишете имена всех, кто у вас находится условно в компании, в группе, в классе, складываете в одно место, перемешиваете, каждый достает себе одно имя. И нельзя его разглашать, твоя задача незаметно подложить твоему тайному другу какой-то подарок, какой-то приятный что-то, чтобы было понятно, что это подложили типа тайный человек, не спалившись. Такая же задача у того, кто вытянул твое имя. Тайный Санты иногда называют. Но буду надеяться, что он будет. Знаете, я вот сейчас, посредний день перед выездом понимаю, что вот эта сцена, это все место, этот отель уже стал для меня как родным. И сколько вы там были? Я вот прихожу сюда и чувствую себя практически как дома. Это очень прикольное чувство, но, к сожалению, я отсюда уеду и не факт, что вообще вернусь. Ну что же, Софа, сегодня посредний день лагеря, как ты себя ощущаешь? На самом деле, сначала я думала весело, хотела немножко домой покушать маминой еды, но потом я понимаю, что мы и Руслана, возможно, еще не в ближайшее время встретим. Поэтому вот это становится очень грустно, я вчера очень много плакала. Очень рада побывать первый раз за границей, в Болгарии, в лагере. Местя с ребятами, вместе со всеми. Блин, первый раз и голос пропал. Ну что надо такому? Встретить всех ребят, подписчиков, канатов, дать концерт, очень рада была. Какой самый запоминающийся момент из всего лагеря? Самый запоминающийся? Наверное, концерт. И там просто много людей было, почти все были. Наверное, концерт и, может, съемки, наверное, встречи с Русланом. Выбери руку карту. Запомни, пока мы с вами. Вот, клади сюда. Мы сразу же накрываем. Так, вот, и теперь... Ручка, это ручка. Я вмешаю папу, ручка. Вот таким вот образом. И теперь я еще буду использовать одну необычную штуку. Это у нас чехол для карты. Сейчас он пустой, в нем ничего нет. Итак, беру верхнюю карту. Вот шестерка червия. Значит, смотри. Шестерка червия. У нас король червия. Я не знаю. Итак, значит, шестерку червия я кладу все в этот чехол. Смотрите, прямо на ваших глазах шестерка червия сюда. Все. Все есть, да? Она на месте. Все видно. Прекрасно. А теперь подойди немножко ближе. Смотри очень внимательно и желательно не моргай. Смотри, что с вами. Ну, вот как это? Я, ну, еще и король, понимаешь? Мало того, что оно просто на наших глазах превратилось, еще и король. Я понимаю, что это какие-то фишки из магических магазинов, понимаете, да? Ну, а как он запихнул этого короля туда? Мы же не заметили. Че за... Никакой карты тут больше нет, абсолютно. Ну, не дает показать эту штукенцию, да? Какая-то иллюзия там зарыта. Твой, король. Когда автобус приехал, все уже ложили свои вещи и садились в него. Да, это мы видели с другой стороны. На вот эту вот камеру, ребят. Я не хотела рыдать до последнего. Так, я не понял. А ты не сел внутрь? Как так получилось? Все, все уехали. Ха-ха-ха-ха, ты че там делаешь? У тебя какая-то своя, да, была машина? Просто пустота, никого нет. Мне аж очень грустно от этого. Момент с прощанием был очень, конечно, трогательным. Ну, я понимаю, как-никак непонятно, когда актеры еще раз увидятся с Русланом. Под конец могу сказать, что этот лагерь был незабываемым. Все актеры, вожатые, Руслан, а также остальные участники лагеря смогли сделать эти 10 дней просто великолепными. Ну, а я надеюсь, что вам этот влог понравился. Вы ему уже поставили лайк, подписались на канал. Не забывайте по ссылке в описании переходить в мой телеграм-канал. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Все равно, как бы ни старались, у всех концовка получается грустная. Мы еще Германа не посмотрели вторую часть. Ну, вот во влоге Dead Inside, во влоге просто свято, концовка все равно грустная. Я думаю, что добавлять уже как бы все, что можно было добавить, я добавил и во время этой реакции, и прошлых влогов. Поэтому, ребятки, это был просто свят. Его влог с Болгарией, с ребятами. Внутрях уже непосредственно тех, кто как там жил. Не столько актеры, сколько именно тот, кто заплатил и приехал. Если вам понравилось, смотрите вместе со мной. Обязательно оттыхните лайк, а также подпишитесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. Залетайте в мой Телеграм, а также на игровой канал. А с вами был Дима. Типа, пока.